Добрый вечер. Мы, группа Плазма, я Максим, это молодой человек Роман. Так и есть. Да, абсолютно верно. Мы решили, что вам в этот час ночи будет не лишним познакомиться с произведением замечательного автора Людмилы Петрушевской и иллюстратора Александра Райхштейна. Дело в том, что речь идет о трехтомнике. Называется он «Трехтомник» — это собрание сочинений «Поросенок Петр». Ну и различные его приключения, связанные с автомобилем, магазином и прочими забавными историями. Произведение потрясло вас до глубины души. И посему мы хотим поделиться с вами столь замечательной историей об этом замечательном поросенке. Итак, первый том «Поросенок Петр и машина». Жил-был поросенок Петр, который решил построить машину. А надо сказать вам, что поросенок Петр в первую жизнь строил свой автомобиль. Это был первый автомобиль, который он хотел построить хорошо и качественно. Для такого дела он пошел в комнату и сел там на стул. Но потом поросенок Петр понял, что чего-то не хватает. Ну естественно, потому что он же не знал, как устроена машина. Он знал только одни общие понятия. Поросенок Петр пошел к маме на кухню и попросил крышку от кастрюли. Это вполне логично, потому что у любой машины должен быть руль. Так думал поросенок Петр. Только не потеряй, сказала мама и дала Петру крышку от кастрюли. С крышкой от кастрюли поросенок Петр пошел садиться на свой стул. Поросенок Петр взял в руки крышку от кастрюли, повернул ее туда-сюда. Да, он был очень сильно уверен в том, что именно это действие заставляет двигаться машину. Поросенок Петр закричал. Ррр, трр, биби, как делают все машины. И оказалось, что он сидит в машине и держится за руль. Каково же было его удивление, когда он действительно понял, что путем нехитрых действий он получил новый хороший автомобиль. Сразу же его машина тронулась с места и поехала по улицам. А поросенок Петр крутил рулем, как шофер. Да, и видимо думал, что все шоферы чувствуют себя так же счастливы за рулем своего нового автомобиля. И он ехал мимо всех быстро-быстро. Как таксист. И прохожие, куры, коровы и другие поросяка, очень удивлялись тому, что происходит с поросенком Петром. Ну вот, это было первое произведение о поросенке Петре, поросенок Петр и машина. Но нас ждут два других тома. Ну теперь мы рады познакомить вас со вторым томом. Поросенок Петр и магазин. Поросенок Петр нашел много камешков и решил открыть магазин конфет. То есть, именно таким образом он хотел накопить себе на новую машину. И действительно, в магазине у него оказалось много красивых конфет. Ведь все камешки красивые. И он их взвешивал на весах и заворачивал в бумагу. Таким образом он хотел придать товарный вид своим конфетам, дабы выгоднее продать их после. К нему пришла собака Маруся и спросила. А что у вас хорошего в магазине? Да вот, продаю конфеты, ответил поросенок Петр. Дайте мне много больших красивых конфет, сказала собака Маруся. Она была истеричка немножко. Хорошо, платите деньги, ответил поросенок Петр. Собака Маруся сказала, ладно. И пошла, куда глаза глядят. Но деньги не попадались. И в этом нет ничего удивительного. Ведь деньги не попадаются просто так. И вдруг собака Маруся встретила котенка Сашу и спросила. Где тут деньги? Котенок Саша ответил. Вон, под деревьями. У нас их сколько хочешь. Бери не желтые, а зеленые. Очень мудрый котенок Саша брал правильные деньги. Собака Маруся сразу же набрала много зеленых денег и положила их в карман. Но поскольку карманы у нее были большие, денег она набрала много. И все, 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 в общем, читай дальше. И они побежали в магазин к поросенку Петру. И поросенок Петр ждал их со спастертыми объятиями. И отдали ему все зеленые деньги. Поросенок Петр взял деньги и взвесил ему много конфет. Поросенок был не то что жадный, но очень расчетливый. И они сели пить чай с конфетами. Друзья мои, коль скоро вы не спите, мы спешим ознакомить вас с третьим томом собрания сочинений о поросенке Петре, который называется «Поросенок Петр едет в гости». Прошу вас. Поросенок Петр взял стул и крышку от кастрюли. Это было уже в первом томе, и он продолжает действия свое. Из них он построил себе машину и поехал к своей подруге, собаке Маруси. Естественно, потому что ему больше некуда было ехать. Мимо проносились дома, жители и светофоры. А поросенок Петр ехал со всеми удобствами. Как таксист. Тут за ним погнался волк и сказал. Командир, не надо в кусты, срочно. А поросенок Петр сразу построил себе самолет. Расставил руки, как крылья, и полетел на своем стуле. А крышку заботливо положил на сиденье. Поросенок Петр точно знал, как устроен самолет. И самолет его взлетел. А волк остался бежать по земле, ничего не понимая. Так и остался на всю жизнь удивленным. Тут поросенка Петра догнала ворона. Села к нему на плечо и сказала. Шеф, мне в лес надо! А поросенок Петр вежливо ответил. Извините, я на тракторе. И тут же поехал по горам и полям, грохоча и подпрыгивая. И ворона не выдержала, каркнула и слетела на ходу. Сложно выдержать, когда самолет вдруг превращается в трактор. А поросенок Петр сделал себе машину. И помчался по шоссе в гости к подруге собаке Маруси. В этом нет ничего удивительного, потому что к машинам он уже привык. И там они сели пить чай с конфетами. Ноу комминс. Ну что ж, друзья, вот мы и познакомились с тракторомником о поросенке Петре. На самом деле нам очень понравились эти, на первый взгляд, детские произведения Людмилы Петрушевской. Но когда мы их прочли, то к своей радости нашли здесь очень много забавного юмора, такого стеба, наверное, для взрослых больше подходящего. Поэтому вот решили с вами поделиться. Может быть уже вышел и какой-то еще, какой-то том о поросенке Петре. Но мы пока еще его не читали. Да, просим прощения, если прочтение не вызвало какой-то художественной ценности. И если... Не явило собой. Да, не явило собой художественные ценности. Совершенно верно. Вот. И, может быть, некие комментарии были сумбурными. Может быть, где-то совершенно излишние даже в контексте сюжета. Да, абсолютно верно. И когда вы непременно приобретете себе это произведение, ознакомитесь с ним тщательно, рассмотрите иллюстрации, которые тоже вызывают полное восхищение. Да. Это, пожалуйста, завтра. Александр Райкштейн. Любая. Сделал чудесную иллюстрацию. Вы составите себе собственное мнение об этих достойных книгах. И будете счастливы. Мир вашему дому. Всего доброго.